МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свободу Мурбеку Бабанову, государственные деятели, депутатский корпус и граждане со всех уголков страны выступают в защиту бывшего премьера. Кыргызстанцы считают, что он невиновен. Эпидситуация в стране накаляется, мест в больницах все меньше и меньше. Шеф-столицы начали уже разворачивать дневные стационары. Организациям советуют отправлять работников на удаленку. На Манеже все те же. В трех городах, где пройдут перевыборы, стартовала агит-компания. За места в столичном Горкинеше теперь борются 18 партий. Есть ли среди них те, из-за кого отменили предыдущие выборы? Нехватка поливной воды в Чуйской области, поля Джаильского и Панфиловского районов превращаются в пустыни. Чтобы вода дошла до них, теперь по ночам будут закрывать верхние водозаборы. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте, в эфире новости в студии Елена Кобзева. Судебные заседания в отношении Мурбека Бабанова должны быть открытыми, а мера пресечения изменена. Сегодня с такой просьбой, заключенные в специальном письме к президенту Садыру Япарову, обратились деятели культуры и науки, ветераны силовых структур, бывшие политики. Все они отмечают, что до сих пор не понимают, в чем заключается подозрение. Не было ни одного убедительного аргумента со стороны следствия, который мог бы послужить основанием для ареста Бабанова в виде заключения под стражу. Они убеждены, что бывший премьер-министр может отвечать на все вопросы ГКНБ, будучи под подпиской о невыезде. Своё мнение некоторые из этих деятелей пояснили сегодня лично в рамках пресс-конференции. Тем временем стало известно, когда в Бишкекском горсуде состоится рассмотрение апелляции по мере пресечения. Процесс назначен на завтра на 9 утра. Сегодня эти известные и уважаемые представители интеллигенции решили сказать своё слово по ситуации с экс-премьер-министром Умурбеком Бабановым. Это обращение к прессе они сделали вслед за письмом, которое ранее написали и направили президенту Садыру Джапарову. Все эти люди с большим стажем, авторитетом. В годах. Все они недоумевают и крайне обеспокоены внезапным непонятным арестом Умурбека Бабанова. И самым странным назвали тот факт, что претензии связаны с проектом Кумтор. Выступающие вновь акцентировали внимание на всем известной позиции Умурбека Бабанова по золоторудному месторождению. Как во время премьерства, так и в период депутатской деятельности, отметили спикеры Умурбек Бабанов, придерживался твердой точки зрения о том, что рудник должен работать на благо Кыргызстана. И прежде всего не должен наносить экологический урон. Об этом свидетельствует созданная им госкомиссия по проверке деятельности компании Центера, его личные посещения объекта. Сейчас создана государственная комиссия. Государственная комиссия, она со всеми полномочиями. И все запросы, которые они будут письменно к вам обращаться, вы обязаны в течение одного-двух дней их представить. Любое непредставление документов мы будем считать, что вы воспрепятствуете нашей государственной комиссии. Будем в соответствии с нашим законодательством принимать решения. Любое непредставление документов. Все нарушения, которые были произведены, они будут ввести штрафы, наложенные на компанию. И компания будет обязана заплатить. В 19-м году он сказал, что кто против возврата кумтеру в государство, тот предатель. Он хотел, чтобы был кумтер достоянием республики. Еще 16 тысяч гекторов земли было возвращено Бабановым в государство. А почему тогда содержит его, непонятно. Не могут согласиться и понять, в чем могло заключаться потворство иностранному инвестору со стороны Умурбека Бабанова, если он, как подчеркивают выступающие, не просто выставил инвестору ряд жестких требований по исправлению выявленных в Госкомиссии нарушений, так и аннулировал антинародное решение экс-премьера Даниэра Усенова о предоставлении Центере дополнительных земель площадью чуть более 16 тысяч гектаров. Мы хотели бы, чтобы разъяснили народу, за что его задержали. Насчет кумтера никак не могли задерживать его, потому что есть несколько аргументов материала Джоргу Кенеша, где он вступал за национализацию кумтера. Если его обвиняют, что за богатство, страшное было ужское событие в июне 2010 года. Тогда он 100 тонн муки отправлял народу. В Аткентском недавно событие, он 7 фургон продуктов. Везде, когда требуется помощь, он приходит. Он создал столько рабочих мест. В Кыргызе есть пословица. Если в народе есть богатый человек, от этого народ не страдает. Народ, наоборот, получает помощь. Он этого принципа очень хорошо понимает и всегда приходит помощь. Участники пресс-конференции отметили, что помнят период работы Бабанова в качестве главы правительства. Помнят это и его электорат, который поддержал его на президентских выборах 2017 года в количестве более 600 тысяч кыргызстанцев. Большой электорат был за Бабанова. Но всем известно, что использован административный ресурс даже до физического насилия. Публично было сказано, что Атамбаев требовал, чтобы он покинул страну. Никто не имел права. Это конституционное право Бабанова. Несмотря на это, он за мирность, за спокойствие, за стабильность страны, он покинул страны. Хватит, наверное. Это достаточно. В числе выступавших Роза Айтматова – общественный деятель, достойная представительница своей семьи. Однако сама она, как обычно, предпочла представиться обычной учительницей, педагогом. Роза Тариколовна отметила, что знает у Мурбека Токтугуловича с детства. Подчеркнула, что воспитывался он в атмосфере трудолюбия и порядочности, что позволило ему стать успешным предпринимателем, а впоследствии одним из самых молодых и продвинутых премьер-министров. Мурбек воспитывался вот в этой семье трудолюбивой. Отец его был очень хорошим хозяйственником. И однажды мы приехали в село и зашли к ним. У них целая куча листьев табака. Тогда мы табаководством занимались. И я видела, что вся семья, все дети сидели и нанизывали табак, табачные листья. То есть надо было срочно заканчивать эту работу. Надо было помочь колхозу, чтобы продукция не пропала. Я просто привожу это как пример трудолюбивой семьи, в которой он рос, и который видел пример в отце, как надо организовывать хозяйство, как организовывать дело. И, наверное, поэтому он с молодого начал заниматься бизнесом. Первый его бизнес, это был очень такой маленький сначала. И он постепенно его, разрастался у него, и он стал большим бизнесменом. Это с одной стороны. С другой стороны, он как деятель, государственный деятель, как депутат, он себя тоже очень хорошо показал. И сейчас по телевидению, я сейчас сижу дома и смотрю только телевизор, и каждый день, во-первых, говорят, что поймали того-то, того-то, посадили. Надо сказать хотя бы за что, неизвестно за что. По словам Уктумхана Абдулаевой, принципиальности Умурбек Бабанов следовал не только в вопросе Кумтора. В определенные годы они работали бок о бок, когда она ведала социальной сферой в правительстве Умурбек Туктугулович экономикой. И всем известно, как подчеркнула Абдулаева, именно в этой сфере он преуспел еще до того, как стал чиновником. А заняв пост главы Кабмина, за 8 месяцев успел сделать много реформ. В их числе и отмена таких коррупционных механизмов, как техпаспорта и техосмотры, инициировал столь важный проект, как «Безопасный город». Активно улучшал работу по предоставлению населению госуслуг. У нас есть, вы все знаете, чиновники, которые становятся чиновниками и вдруг резко богатеют. Нет, а он самодостаточный пришел. Поэтому у него была только одна цель – служить Кыргызстану и чтобы расцвел этот Кыргызстан. Поэтому основная цель вместе с ним у нас была – это сокращение бедности. Как мы можем сократить бедность, чтобы, знаете, экономически он не зависел от этих мизерных пособий. Умребек Татоговович, перед тем, как подписать любую бумагу, он именно мыслил масштабно. Вот это самое основное у него. Поэтому, как все обыватели, я тоже хочу знать правду. Послан Абдулаевой Бабанов тем отличался от всех премьеров, что ставил своей задачей создавать рабочие места, чтобы граждане могли зарабатывать дома без надобности уезжать в миграцию. Отметим в числе его заслуг как раз запуск в стране льготного кредитования. И, как отметили выступающие, Умребек Бабанов постарался, чтобы средства кумтора через ранее упомянутую государственную компанию «Алатофинанс» были направлены к кыргызстанцам, желающим развивать свое дело. И премьером всего он был 8 месяцев, 8 месяцев премьера. У него, оказывается, было, знаете, 131 реформ, которую он должен был сделать, знаете, пошаговым. Он успел, вот помните, отменил техосмотр, доверенность. Это те, которые попадали не в бюджет, а попадали в карманы, этим пользуются. Народ страдал. Он же это не спроста. Это всегда надо, прежде чем любой закон или любое постановление делать, это надо анализировать, куда приведет он или что с ним будет. Благодаря тем реформам, я еще не перечисла, не хочу, вы журналисты, знаете, тех реформ за 8 месяцев, которые пошагово он делал, в бюджет поступило 4 миллиарда денег. Я финансист, для меня важно, чтобы пополнялся бюджет. Об этом говорит и юридическая защита у Мурбека Бабанова. И сегодня, с самого дня заключения бывшего премьер-министра под стражу. А это отдельный вопрос. Выступавшие и вовсе недоумевают, что послужило мотивом для решения судьи оставить Бабанова под арестом. Я думаю, у него такая репутация, что вполне можно было бы, если даже есть какое-то нарушение в его действиях, вполне можно было бы его отпустить домой. И он мог бы спокойно доказать свою виновность, невиновность. Поэтому это очень странно. Отметим, под самим обращением свои подписи поставили более десятка выдающихся представителей политики, сферы образования и культуры. Это профессоры, академики, ветераны-силовики в званиях, общественные деятели и лица, занимавшие различные должности в руководстве страны в разные времена. И вот, что они написали в своем открытом обращении. Уважаемый Садыр Нургоджоевич, обращаемся к вам с просьбой как к гаранту Конституции Кыргызской Республики. Мы восприняли с удивлением и сожалением то, что Умурбека Бабанова заключили под стражу на два месяца по делу Кумтора. Так как в бытность премьер-министром он защищал интересы Кыргызстана и ставил перед Центерой большие требования. Обстоятельства, связанные с задержанием Умурбека Бабанова, вызывают вопросы. Поначалу его вызывали на допрос как свидетеля. Получили подпись под повесткой о явке на последующие допросы. Затем это решение мгновенно меняется, и другой следователь берет его под стражу. Избрание меры пресечения проходит в закрытом режиме. Специально не выдают аудио и видео файлы. Они исчезают. Нет открытой информации о вменяемом ему обвинении. Видя все это, мы понимаем, что задержание Умурбека Бабанова безосновательно. Кроме того, будучи в 2012 году премьер-министром, Умурбек Бабанов создал первую комиссию по Кумтору. При встрече с руководством Центеры открыто и резко вел переговоры. К тому есть архивные видео. Мы свидетели. И там он потребовал не препятствовать работе комиссии. Он поставил ребром вопрос увеличения доли Кыргызстана в Кумторе по завершению работы государственной комиссии. Речь шла и о пересмотре соглашения. Все это гуляет по просторам интернета и доказывает твердую позицию Бабанова относительно Кумтора. Ну а то, что Бабанов вернул государству 16 тысяч гектаров земли, отданные предыдущим правительством, мы считаем большим героизмом. Кроме того, будучи премьер-министром, Умурбек Бабанов средства компании напрямую привел в государственный бюджет. В каждый айлёк-муту было выделено по 2 миллиона сомов для выдачи кредитов, нуждающимся под самые низкие проценты. Стоит отметить, что Умурбеку Бабанову не дали времени довести работу государственной комиссии до конца. В августе парламентская коалиция распалась и его сняли с должности. Учитывая вышесказанные факты, мы считаем, что задержание экс-премьер-министра Умурбека Бабанова безосновательно. Умурбек Бабанов, знающий своё дело реформатор, личность, мыслящая на государственном уровне, смог показать себя достойным сыном своего народа. Самое главное, мы знаем, что до государственной службы он достиг высот в сфере частного бизнеса и предпринимательства. В 2017 году он принял участие в президентских выборах и набрал 600 тысяч голосов, стал достойным конкурентом остальным претендентам. К сожалению, за этот свой успех он подвергся гонениям со стороны власти. Думая о мирном небе для народа, о стабильной ситуации в стране, он вынужден был покинуть родину. И даже тогда власти возбудили против него несколько уголовных дел, параллельно введя очерняющую его кампанию. Если бы Умурбек Бабанов допустил нарушение закона в отношении кумтора, прежняя власть во время его политического гонения возбудила бы дело, повесив на него вину. «Когда вы пришли к власти, последующее расследование доказало, что уголовные дела, вменяемые прежней властью, безосновательны, и невиновность Бабанова была доказана. Принимая во внимание указанные выше веские обоснования, мы просим о всестороннем расследовании дела в отношении экс-премьер-министра Умурбека Бабанова в рамках закона. А пока идут следственные мероприятия, обращаемся к вам с просьбой освободить его на основании ранее написанной им расписки. Иначе такое отношение к Умурбеку Бабанову общественность может воспринять отрицательно. А сейчас народ не нужно делить, а наоборот – объединять. Последние события показывают, что над национальной безопасностью Кыргызстана нависла угроза. В таких условиях нам нужны граждане, которые могут стать опорой страны. Опыт сыновей, закаленных жизнью, всегда готовых протянуть народу в трудную минуту руку помощи, нужно использовать во благо народа. Несомненно, названные аферой века соглашения с Кумтором нужно срочно расследовать. Считаем, что нужно привлечь к ответственности всех людей, действовавших вопреки интересам страны. В то же время, есть вероятность того, что, содержа под стражей невиновных людей, можно упустить из виду тех, кто действительно виновен, что может подорвать доверие народа. Чтобы беспощадная война против коррупции в стране была успешной, она должна быть безупречной, не вызывающей сомнений. Нам не безразлична судьба страны, справедливость и будущее государства. Мы понимаем, что иногда нужно принимать резкие решения во имя правопорядка, справедливости и укрепления закона. Но в этой борьбе не должны страдать невиновные люди. И таким невиновным человеком мы считаем Омурбека Бабанова. Уважаемый Садыр Нургуджоевич, обращаемся к вам с просьбой изменить меру пресечения Омурбека Бабанова под подписку о невыезде. Для народа важно, чтобы следствия и судебные процессы проходили открыто. С уважением. Виталий Мамытов, герой Кыргызской республики, академик, нейрохирург. Апас Дюмагулов, экс-премьер-министр, доктор-геолога минералогических наук. Абдуганы Эргебаев, экс-спикер Джоург Кукенеша, академик. Анатай Умурканов, народный поэт Кыргызской республики. Не прекращаются обращения простых жителей Кыргызстана, считающих возбуждение дела в отношении Омурбека Бабанова надуманным, а меру пресечения неадекватной. В Таласской области, напомним, даже прошли митинги. Участники пресс-конференции также об этом сегодня говорили. Всему виной сумбурные подозрения в адресу Мурбека Бабанова. Неясность, скрытность материалов, закрытые судебные заседания. Люди выразили свое недовольство. Я считаю, что это несправедливо, что задерживают тех, кто говорит правду. Но тут же явное есть противоречие в том, что Мурбек Бабанов делал и то, в чем его подозревают. Он много сделал хорошего для народа. Это же тоже надо учитывать. И для государства, и для людей. Нельзя же просто это не вспоминать. Непонятное обвинение. Он богатый человек, состоятельный. Он не стал выбрать деньги оттуда. Скольким людям он помог. Про это никто не вспоминает почему-то. Кыргызстанцы высказывали свое требование прекратить преследование Бабановой. Они ждут пересмотра решения суда о мере пресечения на период следствия, которое, уверены они, должно закончиться снятием всех подозрений в его адрес. Этот парень с детства жил в достатке, в хорошей семье. Он не стал бы запускать руку в казну. Когда он баллотировался в президенты, тогда совершил ошибку. Он тогда ведь всех сдерживал, останавливал. А если бы не сдерживал, было бы как в прошлом октябре. И он бы стал президентом. Народ про него плохого не говорит нигде в стране. Все знают его дела. Мы – это не только таласцы. По всему Кыргызстану много кто его поддерживает. Многие чиновники говорят, что он не причастен к делу по кумтору. Надеемся на справедливый суд. У всех есть надежда, что будет справедливое решение. Отметим, уже завтра в городской инстанции будет проходить процесс по вопросам незаконности ареста Умурбека Бабанова и изменения ему меры пресечения. Адвокаты будут на законных основаниях отстаивать требования рядовых кыргызстанцев и представителей интеллигенции отпустить Умурбека Бабанова из СИЗО ГКНБ под подписку о невыезде. Елена Яковлева, Акзат Тюлеев, НТС. 74 депутата выразили обеспокоенность с задержанием экс-премьер-министра Умурбека Бабанова и выступили в качестве поручителей бывшего главы правительства. Отписавшиеся под обращением народные избранники гарантируют, что Умурбек Бабанов не станет препятствовать досудебному следствию и судебным разбирательствам. Кроме того, учитывая заслуги Умурбека Бабанова и вклад в развитие страны, парламентарии призвали следствие и суд изменить Бабанову меру пресечения на несвязанную с лишением свободы и дать возможность доказать свою непричастность и невиновность по делу Кумтора. В своем обращении депутаты-поручители также потребовали объективного и всестороннего расследования дела Умурбека Бабанова. Учесть вклад в развитие страны, отметить заслуги за время государственной службы, а главное обратить внимание на мнение общественности, которая уже третью неделю возмущена задержанием Умурбека Бабанова. 74 из 120 депутатов Чугур-Кукинеша выступили его поручителями. Парламентарии призвали следственные и судебные органы дать возможность бывшему главе правительства доказать свою невиновность по делу о Кумторе, находясь на свободе, а не в камере СИЗО ГКНБ. Его, насколько я понимаю, обвиняют по вопросам Кумтора. Но судя по тому, что он в свое время, будучи премьером, наоборот, возвратил незаконно выдвинулые 16 тысяч гектаров земли, и он поднимал вопрос о экологических нарушениях, если вот так мы будем основываться на логике, я думаю, он не причастен к каких-то коррупционных делах по Кумтору. Ну, я думаю, его можно было бы отдохнуть в домашний арест и проводить свои следственные мероприятия. Как премьер-министр, он, конечно, был очень активным. Ну, то же самое, что отмена доверенности, там, наведение порядка в аэропортах, там, много чего хорошего. Ну, люди вспоминают его много хорошего. А в Кселом он работал, работал. Я считаю, что Бабану и других политиков можно было бы отпустить по домашний арест. Это же не убийцы, не насильники, это люди, которые все-таки вносят вклад в развитие страны. Если бы он там где-то чего-то украл бы, это уже давно бы уже выяснилось бы, да, и он не собирался убегать, он выходил бы на следствие, я думаю, зачем тратить государство на его содержание, когда он мог бы сидеть дома приходить, давать показания. Поэтому я считаю, что можно было бы освободить и под домашний арест. И если есть какие-то претензии, уже в рамках закона эти претензии потом предъявлять. Он в 8 месяцев работал, но я помню, что он отменил, помню, что доверенность нашим гражданам очень комфортно стал. И потом техосмотр, и народ тогда ощущал этот реальный помощь, поддержку, да. Я думаю, что можно было под домашним арестом, можно следствие вести. Но что касается публичных политиков, то люди даже хочут узнать, о чем он обвиняется, что он сделал, да. Поэтому сторона обвинения должны были показать хотя бы 30-50 процентов, о чем обвиняется этот чиновник. Поэтому сегодня непонятно, кто за что. Все скрытно, поэтому народ сегодня ждет. Среди 74 поручителей депутатов и Бакыт Турубаев в 2017 году парламентарий, так же как и Умурбек Бабанов, баллотировался на пост президента страны. Однако спустя некоторое время с начала агитации передумал идти самостоятельно и поддержал кандидатуру Умурбека Бабанова. Сегодня народный избранник, так же как и его коллеги, уверен в непричастности Бабанова к делу о кумторе и считает, что у бывшего соратника и однопартийца достаточно доводов, чтобы доказать свою невиновность в необоснованном обвинении. Бабанов и Умурбек Токтагулович был премьер-министром, лидером партии, кандидатом в президенты был. Поэтому, учитывая все его заслуги, мы, депутаты, собрали подписи и сделали обращение к суду для того, чтобы его освободили под домашний арест. Мы просим, чтобы следствие и выяснение всех обстоятельств проводилось, пока он будет дома. Сейчас мы, депутаты, обладаем только той информацией, которая публикуется в СМИ. Но я думаю, что все процессы по кумтору должны быть открытыми. Общественность должна знать, что происходит. Кого в чем обвиняют, мы должны видеть, какие есть доказательства на руках. С этой целью мы собрали подписи, чтобы меру пресечения изменили и суд был объективным. Именно потому, что так много тех, кто не верит в то, что в действиях Омурбека Бабанова относительно кумтора мог быть негий корыстный умысел, депутаты, выступившие поручителями, настаивают, что судебный процесс должен быть открытым и объективным. По задержанию Омурбека Бабанова я могу сказать, что согласен с тем, что мера пресечения должна быть изменена на домашний арест. Мне кажется, не нужно было задерживать и сразу озвучивать общественности. Следствие должно было сначала доказать все максимально тщательно, изучить и проверить, и только потом что-то озвучивать. А сейчас его нужно отпустить. Лично мое мнение, он очень обеспеченный, в материальном плане обеспеченный политик, поэтому в этом плане я сомневаюсь, что он действительно замешан. Виктор Тоглович, когда был премьер-министром, работал, мы знаем его как очень энергичного, молодого, амбициозного политика, который действительно чисто сердечно старался для страны, для народа, многие проекты он поднимал. И, к сожалению, он очень короткое время был премьер-министром. Но я думаю, у него еще потенциал есть, и дальше будут свои планы для народа претворять жизнь. Омурбека Бабанова, напомню, подозревают в коррупции. Однако с момента задержания политика ни фактов, ни доказательств, ни показаний свидетелей следователям предоставлено не было. Так же, как и не было проведено ни одно следственное мероприятие с участием бывшего главы правительства, что в очередной раз доказывает абсурдность и нелогичность всего обвинения, уверен адвокат Амантура Абдарахмана. Было же вручное уведомление о подозрении, то есть через два дня после его задержания, это 2 июня, с этого числа ни один раз его на допрос не вызывали. Никакие следственные действия с его участием не проводили. Это говорит о том, что по нашему делу никакие действия, не то что сформулировано или дописано, изменено и так далее, ничего сделано вообще не было. Рассмотрение меры пресечения для Омурбека Бабанова состоится уже завтра. Однако, как отмечает Амантура Абдарахманов, самого экс-премьера в зал суда могут и не доставить, сославшись на пандемию и санитарные требования. Потому уже сегодня сторона защиты Бабанова направила ходатайство об обязательном участии Омурбека Бабанова на процессе. Адвокаты рассчитывают, что суд второй инстанции поступит в соответствии с законом, в отличие от коллег из Первомайского районного суда. Последних, напомню, адвокаты Омурбека Бабанова улечили во лжи с аудио- и видеозаписями в зале суда, причем второй раз. Важно, потому что в отношении него мера пресечения избирается. Важно, потому что на судебном заседании следствие и прокуратура должны доказать обоснованность обвинения или подозрения. То есть в данном случае мы не говорим о виновности или невиновности, а должны обосновать обвинения или подозрения. И в данном случае, с учетом того, что Омурбек Тахтаулыч непосредственно в этих событиях участвовал, непосредственно какие-то решения принимал, он, я думаю, имеет очень много вопросов в адрес следствия, в адрес прокуратуры. И важно, чтобы он сам непосредственно присутствовал, задавал вопросы в судебном заседании, чтобы он приводил свои доводы, свое оправдание. То есть очень важно, чтобы он сам присутствовал. Мы обратились в судебный департамент, там есть отдел «Аделет-СОД», где именно непосредственно занимаются вопросами выдачи этих логин-паролей и так далее, то есть техническим обеспечением, скажем так. И эта служба официально нам ответила, что как раз-таки этот секретарь, она имеет логин-пароль, имеет доступ, и, соответственно, все видеозаписи, аудиозаписи, они должны выглядеть, скорее всего, они у них есть. Налицо ложь со стороны, скажем так, судебной системы, да, то есть следствие прокуратура выдвигает абсурдные обвинения в его адрес. А Фемида, вместо того, чтобы осуществлять правосудие, правильную законность проверять, наоборот, помогает осуществлению этого беспредела, произвола в отношении Бабанова и Умурбека Туртау. С тем, что ведется масштабная кампания по очернению Умурбека Бабанова, согласны и жители страны. Фейковая информация распространяется из различных источников, причем клевета уже коснулась не только самого бывшего премьера, но и его команды. Однако, как бы что ни говорили, чиновников запоминают по поступкам. И потому сегодня население страны уверено, что никакой вины Умурбека Бабанова в деле по кумтору нет. Говорят, коррупция по кумтору, но этого же не может быть. Кто вернул земли, кто требовал соблюдать законы, кто заботился об экологии. Бабанов, когда был премьер-министром, работал для народа, поэтому так много хороших решений принял и столько всего успел. Посмотрите, разве кто-то еще из премьеров на такое пошел? Он был хорошим премьер-министром, много чего сделал Умурбек Бабанов. Льготные кредиты для фермеров, для малоимущих условия создавал. То, что сейчас его обвиняют по кумтору, неправда. Если бы был нечист, люди бы давно знали. За ним нет никаких нарушений или неправильных дел. Я уверен, если суд будет справедливый, они поймут, что Умурбека Токтагуловича не в чем обвинить. Депутаты Джугуркуки Неша также рассчитывают на то, что справедливость все-таки восторжествует. И все необоснованные обвинения с бывшего коллеги и главы Кабмина будут сняты. А дело по кумтору все же будет расследовано. Но только честно и беспристрастно. Я уверен, что Умурбека Токтагуловича никуда не сбежит, не убежит. Я могу сказать, что я как заместитель председателя государственной комиссии по кумтору, да, по кумтору есть большие коррупционные преступления со стороны высших государственных чиновников. По отношению Умурбека Токтагуловича я могу сказать, что у него очень хороший уровень государственного мышления, государственного подхода, очень ответственный в своей работе. И как депутат он у нас был лидером нашей фракции. Но мы живем в правом государстве. И если какие-то вопросы у следственной службы, будут эти вопросы исследоваться. И я думаю, по результатам Умурбека Токтагулович будет невиновным. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Обращения в связи с арестом Умурбека Бабанова продолжают поступать со всех областей страны. Чтобы высказать свое мнение, выступить перед журналистами на пресс-конференции, в Бишкек специально прибыла группа жителей из Чоналайского района Ужской области. Они также обратились к руководству страны и просят суд вынести справедливое решение в отношении Умурбека Бабанова. Умурбек Бабанов сейчас переживает то, что когда-то пережил сам Садыр Джапаров. Самое главное, мы требуем справедливости, чтобы суд вынес справедливое решение. Мы просим провести следствие прозрачно. Если в нашей стране есть закон, то невиновный не будет наказан. На время следствия мы просим отпустить Умурбека Бабанова под домашний арест. Когда Умурбек Бабанов был премьер-министром, он сделал много хорошего для страны. Надо учесть все его заслуги. Мы просим провести следствие в рамках закона, допустить на процессы журналистов и вынести справедливое решение. Мы требуем, чтобы процесс по делу в отношении Умурбека Бабанова был справедливым. А пока идет следствие, пусть ему изменят меру пресечения на домашний арест. Я водитель. Я отлично помню, что когда Умурбек Бабанов был премьер-министром, он сделал много хорошего для нас. Автолюбители. Нужно учесть все его заслуги. Мы пришли сюда, чтобы бороться за справедливость. Умурбек Бабанов сделал очень много для нашей страны. Он переживал за будущее своей родины. Только недавно произошли бадгенские события. Он одним из первых отправил туда помощь. Все знают, как много он сделал для Кыргызстана. Мы требуем справедливого решения. Просим отпустить его под домашний арест. Меж тем распространенное в интернете видео с Умурбеком Бабановым, где он тренируется в спортзале, сегодня прокомментировал ГКНБ. Дело в том, что это видео вызвало немало дискуссий в соцсетях. Некоторые предположили, что кадры сняты в СИЗО ГКНБ. Госкомитет это опровергает. И заявляют, что СИЗО ГКНБ является режимным объектом. И запись фото-видеоматериалов внутри изолятора недопустима. Ну а сегодня видео прокомментировал его настоящий автор. Егор Шнейдер написал, что является тренером Бабанова уже 7 лет. А эти кадры были им сняты во время одной из тренировок, до задержания экс-премьера. Шнейдер также добавил, что тренировки проходили в доме Бабанова, в комнате, которую переоборудовали в мини-спортзал. О мерах против распространения коронавируса сегодня речь шла в кабинете президента. Садыр Джапаров сегодня принял заместителя главы администрации президента России Дмитрия Казака. Как отмечается, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективных направлениях кыргызско-российского двустороннего сотрудничества. А также о ходе реализации достигнутых договоренностей по итогам встречи двух президентов, Джапарова и Путина, в Сочи 24 мая. Также президент Кыргызстана и представитель администрации Путина сегодня обсудили ситуацию с пандемией и вопросы поставок российских вакцин в страну. Сегодня Садыр Джапаров также встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Нилом Маккейном. Глава государства отметил, что ЕБРР является надежным стратегическим партнером Кыргызстана и призвал активизировать и мобилизировать инвестиционные ресурсы для реализации инфраструктурных проектов в таких секторах, как энергетика, горнодобывающая и легкая промышленность, цифровизация, сельское хозяйство и туризм. Нил Маккейн, в свою очередь, отметил, что ЕБРР с момента обретения независимости вложил более 1 миллиарда долларов, как грантовых, так и кредитных средств. По мнению Маккейна, эта сумма большая, но недостаточная. Сегодня стартовала предвыборная агитация партий, участвующих в перевыборах в местные Кенеши, Бешкека, Аша и Токмака. Накануне в территориальных комиссиях завершилась их регистрация. В столице за депутатские мандаты будут бороться 18 партий. При этом ранее сообщалось, что заявление об участии в выборах подали 17 политорганизаций. Как сообщается дополнительно, была зарегистрирована еще одна партия после рассмотрения ее заявления о допуске. Среди 18 партий, допущенных к гонке, кстати, есть одно политобъединение, которое после выборов 11 апреля было отстранено из-за нарушений. В ЦЭКе отмечают, что всего партии на этот раз выдвинули 1371 кандидата. Однако не всех из них допустили. 113 кандидатам, как сообщается, по различным причинам было отказано в регистрации. Ситуация с ковидом в стране, похоже, серьезно обостряется. Показатель распространения за минувшие 24 часа по сравнению с выходными днями немного снизился. Но при этом надо отметить, что ПЦР исследований было сделано почти на 800 меньше, чем за предыдущие сутки. В минувшую субботу, напомним, был установлен новый антирекорд за этот год – 870 новых заражений. Сегодня сообщили о 585 новых случаях. В столице уже начали разворачивать дневные стационары. В станции скорой помощи формируются резервные бригады медиков. А мэрия рекомендует организациям перевести половину своего штата на удаленку. Специалисты дают неутешительные прогнозы. Они утверждают, если сейчас не принять срочных мер, то страна может оказаться в ситуации похуже, чем в июле прошлого года. Анастасия Соболева продолжит тему. В Бишкеке медики с каждым днем все больше и больше фиксируют случаи заболевания коронавируса. Накануне 312, сегодня уже еще больше 353. Из-за ухудшения эпидситуации мэрия в Бишкеке открывает вновь дневные стационары по одному на каждый район. В одном стационаре одновременно могут лечиться 50 человек. В Октябрьском районе стационар уже подготовили в школе Сейтек. В Первомайском районе – в школе номер 83, в Ленинском – в школе номер 95, в Свердловском – в школе номер 94. По опыту прошлого года городское управление здравоохранения подготовило эти помещения. Койками обеспечило МЧС. Имеются и кислородные концентраторы. Как пояснили в Горздраве, стационар откроет свои двери для пациентов в том случае, если в городских больницах не будет хватать мест. Статистика обновляется каждые два часа. Точки, куда мы предполагаем, в случае чего открыть, там уже оснащены кислородными концентраторами, необходимыми оборудованием, оснащением. МЧС дает эти койки с необходимым оборудованием. Мы формируем бригады двухсменные. Из расчета, в прошлом году по приказу Минздрава делали расчет на 20 коек работу, один врач, две медсестры и одна санитарка. Из этого расчета будут сформированы бригады. Формируются и резервные бригады медиков. Проинформировали в Бишкекском центре экстренной медицины. Эти врачи будут работать только с пациентами с коронавирусом. Приглашают в резервные бригады врачей-ординаторов и тех, кто заканчивает медуниверситет. Мы находимся на территории национального госпиталя. Это красная зона, то есть здесь речат пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день в этом медучреждении лежат 227 пациентов, 13 из которых в крайне тяжелом состоянии. Только накануне сюда доставили 29 новых пациентов. По дороге в национальный госпиталь пациентам приходится ехать по ухабистой дороге. Но условия жалуются и главный врач медучреждения. Как говорит токтабай Маанаев, когда врачи везут пациента, они наблюдают за его состоянием. И проводить замеры различных показателей в таких условиях проблематично. Тяжелые больного параметры своевременно наблюдать надо, чтобы спокойнее время, обстановка нужна. И когда качает бесконечно, определить параметры нормальные, ненормальные, очень сложно. А стеница состояния тоже больного сложная. Поэтому это тоже способствует иногда обманчивой информации получать. Поэтому, пожалуй, еще руководство МИРИ и других организаций, где касающиеся, помогли бы отремонтировать, особенно вот эта часть. В национальном госпитале на утро этого дня было свободно 119 коек из 350. Сложных пациентов в основном госпитализируют в урологическое отделение. Там имеется центральная подача кислорода и реанимационный блок. В национальном госпитале госпитализируют пациентов, которым за 50. То есть тех, у кого имеются сопутствующие заболевания. В основном, пока врачи отмечают сахарный диабет. Один из грозных осложений, ковид, инсульт. Некоторые не догадались. Но в конце концов, тромбообразование, это само собой способствует развить инсульты. Поэтому вот это инсультные больные очень много. Ковид, температура, потом они вовремя жидкости не пьют, давление поднимается, сгущается, отсыкает, густой становится тромб. Самый простой пример. Особого там логика не надо. Департамент лекарственных средств тем временем следит за тем, чтобы в республике были в наличии все необходимые препараты. Пока они имеются в достаточном количестве. В пятом протоколе для лечения ковид-19 прописаны 69 наименований медикаментов. Их можно ввозить в республику без регистрации. В департаменте также мониторят цены на необходимые пациентам препараты. Чтобы предприниматели не завышали стоимость препаратов, в правительстве подготовили постановление о госрегулировании цен. В ближайшее время оно уже выйдет, данное постановление. И тогда уже там будут регулироваться цены на лекарственные препараты, которые возмещаются фондом ОМС, подопрограмме ОМС и программе государственных гарантий. Это около 56 международных непатентованных наименований или около 350 торговых наименований. Для начала цены будут регулироваться на данный сегмент. Затем уже с переходом на весь перечень жизненно важных лекарственных средств. По данным департамента, в этом году в Кыргызстане были оштрафованы 4 компании, которые завышали цены на медикаменты. Каждый оплатил в госказну по 28 тысяч сомов. Словом, за такое правонарушение пока только и возможно привлечь предпринимателей. Доказать их вину не так-то просто, говорят чиновники. Приходится согласовывать проверки с другими ведомствами. Они не всегда идут навстречу. Анастасия Соборева, Денис Ламбищембаев, НТС. Далеко не лучше складывается и ситуация с безопасностью на дорогах. В Иссыкульской области на трассе Балакчи-Каракол, недалеко от села Черпыкты, микроавтобус «Мерседес-Бенц-Спринтер» протаранил трактор. От удара последнее прокинулся на бок. Как сообщают очевидцы, трактор пытался повернуть налево, и в это время в него врезался микроавтобус. Водителя трактора с места аварии доставили в Балакчинскую городскую больницу. В результате ДТП сегодня ночью в Бишкеке также пришлось госпитализировать человека. На улице 7 апреля водитель Мазда Демио сбил мужчину на пешеходном переходе. Судя по этим вмятинам на машине и разбитому лобовому стеклу, можно сделать вывод, что автомобиль ехал на большой скорости. Пострадавший сейчас в реанимации 4-й городбольницы. Врачи говорят, что состояние у него тяжелое. У него перелом таза, голени и черепно-мозговая травма. Что стало с водителем легковушки и был ли он трезвым, не сообщается. Меж тем стали известны некоторые подробности смертельной автоаварии, которая случилась 12 июня в Иссыкульской области в селе Сары-Камыш. Тогда, напомним, легковой Мерседес на большой скорости врезался в припаркованный Volkswagen Passat, водитель которого отошел посмотреть на полив воды, а в машине остались его жена и трое детей. В результате этого ДТП погибли 33-летняя женщина и две ее дочери. Родные погибших утверждают, что виновники ДТП теперь пытаются убедить свидетелей, что они не были пьяны в момент аварии. По данным пострадавшей семьи, в Мерседесе в момент столкновения находилась пьяная сотрудница Тонского РУВД, а за рулем сидел мужчина, который также был в нетрезвом состоянии. Поливать посевы нечем. Поля уже превращаются в пустыни. Проблема нехватки поливной воды в Чуйской области усугубляется. Фермеры Джаильского и Панфиловского районов утверждают, что терпят большие убытки. Если в верхних районах по руслу реки Чу еще как-то подается вода, то им она вообще не поступает. В связи с этим в Госагентстве водных ресурсов сообщают, что в ближайшие дни в Чуйской области будет введен лимит на поливную воду. По ночам будут закрывать водозаборы в восточных районах, чтобы влага по Чуйскому каналу доходила до западных районов области. Поддержка деятелей культуры и детей Баткена, нуждающихся в помощи. А в прошлом году – организация помощи больным коронавирусом. Уже много лет Ассоль Молдокматова оказывает поддержку детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации пожилым. Недавно по ее инициативе состоялась поездка на Иссыкуль. 150 детей из сел Баткенской области, наиболее пострадавших от военной агрессии Таджикистана. Там же, на берегу озера, была организована встреча детей с легендарными деятелями культуры и искусства. Подробнее в сюжете. В стране и за ее пределами Ассоль Молдокматову называют народным дипломатом. Хотя к политике она не имеет никакого отношения и старается оставаться в стороне. Зато не может быть безучастной к судьбам тех, кто пострадал в результате политических и социальных неурядиц. Так вышло и с детьми из Баткенской области. После вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе многим ребятам необходим отдых. Для этого Ассоль Молдокматова организовала поездку на Иссыкульское побережье. Туда же, в одну из лучших здравниц республики, пансионат Аврору, Ассоль пригласила и легендарных деятелей культуры, которые тоже нуждаются во внимании. Но очень важно, что дети из зоны конфликта, дети Баткена согреты любовью и заботой. Что они встретились с легендарными деятелями, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше. Последние из магикан только единицы остались. Легендарные высказали напутствие, обогрели теплотой. И вполне вероятно, дети спустя годы вспомнят эту встречу замечательную. Среди легендарных деятелей искусства, которые поделились с баткенскими ребятами своими жизненными историями, был и народный артист Кыргызстана Анатолий Адалий. Тогда все это организовывало союз театральных деятелей. Когда мы актеры знали друг друга, мы ходили друг к другу на спектакли. И давно-давно все это исчезло. И вот она это восстановила. Какая-то была радость, какое-то было удовольствие для деятелей. Увидеть друг друга, посмотреть в глаза, поделиться какими-то идеями, планами. Не будет преувеличением сказать, что за долгие годы благотворительной деятельности Ассоль Молдакматова спасла немало жизней. Среди тех, кто получил помощь, есть и известные личности. Те, кто не надеялся на исцеление, сейчас благодарен Ассоль. Так сложилось, что в 2016 году я очень тяжело заболел. Она первая откликнулась в моей беде, обратилась к общественности, посещала меня в больнице. И наступил момент, когда у меня получилось так, что я заболел, а лечиться нужны были средства. И в этот момент, как услышала Ассоль, и сразу отозвалась и примечалась. Я хочу сказать большое спасибо и благодарен Ассоль Молдакматову, что она спасла мою жизнь, можно сказать так. Когда я заболел, на помощь откликнулись многие-многие. Но одна из первых была Ассоль Молдакматова. В самый бит пандемии коронавируса Ассоль вела активную волонтерскую деятельность и посещала отдаленные регионы страны, где граждане особенно остро нуждались в гуманитарной помощи. Собрав соотечественников по всему миру, Ассоль Молдакматова помогла тысячам кыргызстанцев. Сама Ассоль говорит, что она дала твердое обещание помогать людям еще в юности, когда служила трогательные рассказы матери, которая воспитывалась в детском доме. Свои обещания я сдерживаю в течение 20 лет. Я посвящаю очень много сил, энергии. И я очень рада, что удается консолидировать, помогать, объединять народ на волне добродетели. Множество наград, в том числе и международных, заслужены кропотливым трудом и вниманием к проблемам каждого кыргызстанца. На сегодня Ассоль возглавляет три международные организации, постоянно на связи с первыми лицами многих стран, которые оказывают содействие по разным вопросам. Силу и вдохновение, по словам Ассоль, она получает от общения с природой и благодарными ей людьми. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин